Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». Остается месяц до начала выборов президента страны. На этой неделе в Черкесске состоялась пресс-конференция председателя избиркома республики Ларисы Абазалиевой. Она рассказала, как идет подготовка к выборам и ответила на вопросы представителей СМИ. Али Баташев, далее. В настоящее время сформированы все избирательные участки. Члены избирательных комиссий прошли обучение и готовы к работе, отметила Лариса Абазалиева в ходе пресс-конференции. Все комиссии у нас сформированы, все прошли обучение, они получили сертификаты о том, что они прошли тестирование соответствующее. У нас применяется видеонаблюдение. На 100 участках, на 99 участках будет видеотрансляция, а на остальных участках будут видеорегистраторы. Таким образом, любой избиратель, представитель кандидата, политической партии, участвующий в выборах, сможет посмотреть на любой временной отрезок, на любом участке. Также гласность выборов будет обеспечивать Центр общественного наблюдения. В ходе голосования будут применяться 44 комплекса обработки избирательных бюллетеней. Сейчас избирком проводят прием заявлений по системе мобильный избиратель. Их уже 19 тысяч. С 17 февраля до 7 марта по всей республике члены избирательных комиссий будут проводить по домовой и по квартирный обход. У них будет специальная форма, бейдж с номером комиссии и удостоверение. Их цель уточнить списки избирателей, информировать население о предстоящих выборах. Я очень прошу, вот так как принято у всех наших народов, гостеприимно принять наших членов комиссии. Они по сути приходят вас пригласить на выборы, проинформировать о времени и месте, проинформировать о том, что можно проголосовать не по своей регистрации, а прикрепиться на удобный участок. Комиссии имеют право в рамках вот этого проекта «ИнформУИК» прямо сразу оформить заявление на голосование на дому, если человек захочет. Также в ходе пресс-конференции председатель избиркома ответила на вопросы журналистов республиканских СМИ. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Гордимся сплоченностью общества. Так, комментирует активисты инициативной группы Хабетского района «Ротные сердца», возросшее количество желающих по зову сердца присоединиться к сбору средств на оказание гуманитарной помощи нашим бойцам на СВО. Очередной груз с лакумами, пахнущими детством и домом, был отправлен на передовую. Фатима Даурова была с теми, кто его провожал. Привычными движениями банки с домашней консервацией аккуратно оборачиваются в обычный газетный лист и укладываются в тару. В таком виде они сохраннее доедут до отресата. Их ждут на передовой наши ребята. Груз комплектовали исходя из потребностей и нужд военнослужащих. Каждый, кто участвует в этой акции, хочет помочь бойцам преодолеть трудности военной обстановке и быта. Надеется, что переданный груз поможет хоть немного облегчить ребятам сложные условия. Согреть их, чтобы они почувствовали, что все их поддерживают и верят в них и в нашу победу. Если от ребят приходят заявки, и помимо этого у нас продукты, то, что постоянно мы посылаем, наши национальные блюда, это халива, лябумы, это все население приносит. А также у нас очень активно участвуют школы. Огромная им благодарность. Это и учителям, которые организовывают, детям, которые постоянно помогают, родителям. Естественно, без них как. Население очень активно участвует в сборе данной гуманитарной помощи. Мы посылаем туда теплые вещи, вязаные носки, все шерстяные изделия, балаклавы, шапки теплые, обычные термобельё. Большую посылку собирали всем регионам. К сбору гуманитарного груза подключились и активисты Единой России, Народного фронта, неравнодушные жители близлежащих районов, а также служители Русской Православной Церкви и их прихожане. В коробках то, что пригодится на передовой – автомобильные запчасти, обогреватели, одежда и продукты. К ним совсем скоро присоединятся коробки с вкуснейшими, только что испечёнными халива. Мы всё это жарим, всё делаем от души, от чистого сердца. Мы хотим, чтобы все мальчики, которые сейчас воюют за нас, чтобы как у себя дома, как будто мать их приготовила, чтобы они от души чисто, вкусно покушали. Тай, Аллах, чтобы они все здоровые жили, вернулись в каждый свой дом. Активистам инициативной группы района «Родные сердца» в благородном деле посильную помощь оказывают педагоги, ученики школы Аула Хабес и их родители, которые всегда отсываются на призыв. Вот мы проводим разговоры о важном каждое утро. И действительно, каждая тема, она настолько актуальна, что каждый ребёнок ощущает это на себе. Но каждая теория должна подтверждаться практикой. И сегодня наши дети с удовольствием, с большим удовольствием проводят огромную работу со своими классными руководителями, с администрацией школы по направлению данного воспитания. Именно оно заключается в том, чтобы оказать помощь, гуманитарную помощь нашим солдатам. Потому что те люди, которые находятся на фронте, они защищают нашу жизнь, ценой своей жизни. И я хочу им чем-то помочь. В основном я загружаю ящики, в которых находится одежда и всё, что нужно для людей, которые находятся на фронте. Мы часто проводим встречи с участниками СВО. Они к нам приходят, рассказывают детям, что да как, как участвуют там. И наши дети с большим интересом слушают, задают вопросы, интересующиеся их. Сегодня на встречу с молодым поколением пришёл участник СВО Руслан Кабардаев. Он с самых первых дней находится на передовой в составе российского спецподразделения «Ахмат». Всё это время он с честью несёт службу, ответственно и храбро выполняя поставленные командованием задания. За проявленное мужество его удостоили медалями за отвагу, за боевые отличия и боевые заслуги, а также орденом «Ахмат-спецназ». Это был не просто разговор поколений, а возможность узнать историю из уст человека, который принимал и принимает участие в знаковых событиях. Ученики задавали гостю много вопросов. Их интересовало всё. От того, где живут и питаются солдаты на линии огня, до реакции на детские письма. Школьники внимательно слушали бойца и на конкретном примере увидели, что настоящие герои живут рядом. «Строки счастья, которые греют сердце. Каждый вспоминает о своём детей, о своём доме, о чьем. Это очень приятно читать. Понимаешь, что за тебя, за твоей спиной находятся дети, которых ты должен защитить, оберегать, дать мир на небо». «Когда груз доходит до ребят, как это всё происходит?» «Они как дети радуются. Это кусочек домашней еды, который сделан с любовью, с домом». После интересной беседы учащиеся школы присоединились к погрузке гуманитарного груза. Процесс пошёл быстрее и веселее, и за считанные минуты кузов машины оказался заполненным наполовину. Другую половину отвели для питьевой воды, которую каждый раз предоставляет ООО «Хабес Аква». Его генеральный директор Артур Банов с самого начала занял активную позицию и в числе первых откликнулся на призыв оказания помощи мобилизованным. За прошлый год более 50 тысяч пятилитровых бутылок чистейшей питьевой воды было отправлено нашим бойцам. «Я считаю, что и правильная, и такая крепкая гражданская позиция, что мы должны в сегодняшний день помогать нашему государству, помогать нашим гражданам, нашим бойцам, которые находятся сегодня в местах проведения специальной больной операции. Мы считаем, что каждый из нас – это неотъемлемая часть этой огромной страны, этого огромного государства. Мы не должны сегодня сидеть в стороне, что мы должны делать всё возможное, много, мало. Но когда мы все вместе объединяемся, у нас в итоге получается очень большое дело». Руслан Кабардаев, у которого позывной «Черкес», уже почти что два года вместе со своими боевыми товарищами пишет историю. «Для солдатов на передовой очень важны поддержка земляков – душевное тепло, забота и внимание. Сегодня он уезжает вместе с гуманитарным грузом, олицетворяющим и пахнущим домом к своим боевым товарищам, ждущим всем сердцем весточку из родных краев». Фатима Даурва, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия. Медицина не хуже, чем в городе. В селе Важное после капитального ремонта торжественно открыли фельдшерско-акушерский пункт на 40 посещений в смену. Теперь получать медицинскую помощь смогут около двух тысяч жителей в хорошо оборудованной амбулатории. Ремонт объекта – часть большой программы модернизации первичного звена здравоохранения Карачаева-Черкесии. Вместе с открытием состоялся запуск проекта «Поезд здоровья». Подробнее Дарья Тендит. В рамках нацпроекта здравоохранения в 2023 году был начат капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта. Современный ФАП – это красивое, уютное и теплое здание, оснащенное необходимым оборудованием. Благодаря созданным условиям медицинскую помощь жителям села оказывают на месте. Это позволяет сельчанам не выезжать в районную или городскую больницу. Болезнь не ждет, поэтому первых пациентов принимали еще перед открытием. Я хочу поблагодарить, выразить благодарность не только от себя, но и от лица всех жителей села Важного за таких ответственных работников. С какими бы проблемами, с чем бы мы не подходили, они всегда идут нам навстречу. На торжественном открытии присутствовали почетные гости, медики и местные жители села Важное. Министр здравоохранения Карачаева-Черкесии Казим Шаманов поздравил присутствующих и отметил, что модернизация медучреждений активно развивается. И пообещал, что в ближайшем будущем важным появится дневной стационар. Здоровье и сохранение нации – это приоритетная задача руководства нашей страны. И сегодня это воплощается и на территории Карачаева-Черкесской республики. Мы всегда говорим спасибо медработникам. Я хочу присоединиться вам. Спасибо большое за ваш каждодневный труд. Открытие ФАПа – радостное событие не только для сельчан, но и для самих медиков. Ни одно поколение жителей села Важное вылечила Индира Бачаева. Ее стаж работы довольно солидный. Вот уже 30 лет Индира Изувовна ведет прием маленьких пациентов. Работать ей приходилось в разных условиях и без удобств. А благодаря капитальному ремонту и обновленному оборудованию принимать пациентов стало одно удовольствие. Нам поменяли и батареи, и полы, и обновили весь ремонт, и двери поменяли. Так что все хорошо, все прекрасно. Нам нравится и тепленько, и хорошо. Спасибо большое, что именно выбрали нас, делали ремонт нам. Очень нам понравилось, хорошо и приятно. По инициативе Карачаева-Черкесского отделения партии «Единая Россия» в село Важное прибыл поезд здоровья. Это передвижной медицинский комплекс, оснащенный лабораторией диагностическим оборудованием, позволяющим сделать флюорографию, маммографию и посетить офтальмолога. Главная цель проекта – это повышение доступности медпомощи для жителей сельской местности. Халимата Айдарукова в числе первых прошла обследование. Все жители, женщины с детьми, пенсионеры не могут ездить далеко. Это сегодня они приехали, всех приняли. Мы благодарны. Множество добрых слов прозвучало в честь медиков от жителей села Важное. Торжественное мероприятие завершилось совместным фото на память. Дарят Инди, Талий Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Жигутинский район. Указом президента России на должность министра внутренних дел по Карачаевой-Черкесии назначен полковник полиции Владимир Нефедов. А начальником управления МВД России по Брянской области стал полковник полиции Алексей Солдатов. Их представил личному составу на этой неделе министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В мероприятии приняли участие начальник МВД России по СКФО Сергей Бачурин, глава Карачаевой-Черкесии Рашид Семрезов. Было отмечено, что оба руководителя прошли большой профессиональный путь, долгое время работали в подразделениях криминального блока, хорошо знают специфику и тонкости оперативно-розыскной деятельности. Министр поставил перед ними ряд приоритетных задач, в числе которых преступления в сфере незаконного ввоза оружия, оборота наркотиков, экстремизма, а также имеющих принципиально важное значение в масштабах страны, связанных с выборами президента России. При этом многие приоритетные направления остаются общими. Обозначу ряд из них. На фоне проведения специальной военной операции сохраняются риски нелегального ввоза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Необходимо наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с их незаконным оборотом, изъятию средств вооружения. Также на постоянном контроле должна оставаться работа по предупреждению и пресечению криминальных посягательств против личных и имущественных прав граждан, совершенных с использованием IT-технологий. Еще одно общее направление – противодействие незаконному обороту наркотиков. Благодаря взаимодействию органов государственной власти, Министерства внутренних дел, органов госбезопасности и мудрой созидательной позиции жителей республики, в республике сохраняется общественная и социальная стабильность. Вы также уже говорили, это тоже самый важный момент, я считаю, особую актуальность вопросы безопасности приобретают в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в марте текущего года. Я абсолютно убежден, что сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской республики во взаимодействии с органами власти всех уровней успешно справятся со стоящими перед ними совместными задачами по содействию реализации избирательного права граждан и обеспечения безопасности граждан. Разрешите поблагодарить вас за оказанное высокое доверие. Все ваши указания и поручения будут выполнены в полном объеме. Личность здравоохранения Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской республики работоспособны и готов к выполнению всех поставленных задач. Пусть звучит детский смех. В Ауле Инжес-Чукун состоялась торжественная церемония открытия новой зоны отдыха. Это радостное событие ждали и взрослые, и дети. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов поздравил жителей населенного пункта с открытием и отметил, что новый сквер появился благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Смотрите подробности. Совсем недавно на месте новой зоны отдыха было поле, которое служило местом отдыха, где собирались и взрослые, и дети. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» теперь здесь расположился детский городок и многофункциональная спортивная зона. Первыми гостями на торжественном открытии стали школьники. Глава Базинского района тепло поприветствовал присутствующих и выразил надежду, что новая площадка станет местом притяжения и детей, и взрослых. Я уверен, что и эта многофункциональная площадка станет центром отдыха для всех жителей АУА. Также я хотел бы поблагодарить главу Карачаево-Черкесской республики, Рашида Борисовича Тимрезова, Министерство строительства в лице Зульфира Убекировна Батчаевой, которое курирует данное направление, и всех тех, кто участвовал в возведении этой прекрасной площадки. Строительные работы по благоустройству территории начались летом 2023 года. Именно местные жители выбирали эту зону путем голосования. Поэтому за ходом работы по строительству следили все от мала до велика. Площадка разделена на две части – игровая и спортивная. Оборудованные зоны отдыха и досуга весьма востребованы в нашей республике. С 2017 года в рамках федерального проекта в 78 пунктах на территории Карачаева-Черкесии появилось около 140 зон отдыха. Создание этого объекта – это наше общее участие, это наша общая сила. Ваша активность подтолкнула руководителей, главу района, подтолкнула главу поселения, для того, чтобы они поучаствовали в этой программе по выделению средств. И в итоге получился вот такой прекрасный объект. Школьники с нетерпением ждали открытия и в знак благодарности на торжественную церемонию подготовили поздравительные стихи. Под громкие аплодисменты по традиции была перерезана красная лента, после чего маленьких гостей пригласили пройти на детскую игровую площадку. Яркая, удобная и построенная по современным нормам безопасности очень завлекает подрастающее поколение. В этом парке мне очень понравилось. Здесь такой красивый вид, чистый воздух, природа, очень красиво. Здесь яркие цвета, все дети радуются. Я тоже очень радуюсь, что здесь этот парк открылся. Торжественное и долгожданное открытие стало незабываемым и радостным событием для местных жителей. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Абазинский район. Президент России Владимир Путин удостоил ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени Исмаила Хаджибердзиева, муфтия Карачаева-Черкесии, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодежи. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов поздравил муфтия с такой высокой и заслуженной наградой. Исмаил Хаджи достойно несет возложенную на него миссию во многом благодаря его мудрой и созидательной работе. В Карачаево-Черкесии гармонично развиваются межнациональные отношения, укрепляются духовные ценности ислама, молодежь воспитывается на принципах взаимоуважения, милосердия и любви к ближнему. Желаю Исмаилу Хаджи сил, крепкого здоровья и дальнейших успехов в непростой, но важной и нужной деятельности, отметил Рашид Семрезов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов поздравил архиепископа Пятигорского и Черкесского феофилакта с орденом почета за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций. Президент России Владимир Путин высоко оценил заслуги архиепископа Пятигорского и Черкесского феофилакта, удостоив его орденом почета за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций многолетнюю благотворительную и общественную деятельность. Глубокая порядочность, мудрость и жизненный опыт архиепископа многие годы служат укреплению не только православия, но и межконфессионального согласия, сохранению мира. От всей души поздравляю архиепископа Пятигорского и Черкесского феофилакта с такой высокой наградой и желаю благополучия, здоровья, процветания и успехов в столь благородном труде, говорится в поздравлении. Ему 85, а глаза его так и горят юношским задором, и он еще полон творческих идей. Бориса Уртенова без преувеличения можно назвать одним из самых ярких и талантливых артистов Крачевского драматического театра. На сцене он 62 года, воплотил 170 образов, сыграл более 10 ролей в кино и на телевидении. Но самыми важными своими ролями Борис Уртенов считает те, что сыграно на родном языке. О студенческих годах, о первых ролях, о любимых героях и мечтах юбиляр рассказал Мадинька Ракетовой. Наверное, нет в республике человека, кто не знал бы знаменитого Огурлу. Именно с этой роли началась творческая биография Бориса Уртенова в Карачаевском театре. Этот спектакль и его главные герои так полюбились зрителю, что актеров тогда еще Карачаевской группы областного драматического театра приглашали в каждое село. Борис Уртенов – один из девяти первых профессиональных актеров карачаевцев, выпускников знаменитого Ленинградского театрального института имени Островского. В Ленинграде на русском языке работали, естественно, готовили спектакли. На русском языке первый спектакль наш «Аршин Малалан» был, я там «Слуга» играл. Потом поставили «Океан Штейн», такой автор был, тоже там лейтенант играл. Потом «Мещане» Максима Горького. Я там очень хорошую роль играл, пролетариата, скажем так, рабочего, который революцию только начинает сознавать, понимать и двигать. Будучи студентом, Борис Уртенов подрабатывал в спектаклях «Малого оперного театра» как артист меманца. Борис признается, что хоть это и была массовка эпизоды, но несравнимый опыт, потому что это дало ему возможность окунуться в работу настоящего академического театра. Я не говорил, не пел, не танцевал, но я видел корифеев театра, я видел талантовых певцов, танцоров. Я у них учился, не меньше, чем в институте. Мне было интересно. Потом же музыка, там Чайковский, там Бизе, там другие авторы, мировая музыка. 18 студентов вернулись на родину и привезли 4 прекрасных спектакля. Костюмы наш ректор института подарил нам, все костюмы, бесплатно отдал. И мы тут всем показывали, в течение двух лет показывали. Вот остров Афродиты, Мещане, Океан и Аршин Малалан. Аршин Малалан, кстати, был самый первый спектакль, в котором Борис Уртенов, будучи еще студентом Ленинградского театрального института, пробовал себя в качестве профессионального актера. Он сыграл одну из ключевых ролей «Слугу Вилли». Но самой большой мечтой молодого актера было говорить со сцены на родном языке. Эта убежденность пришла давно, еще в детстве, в степях Средней Азии, с мечтами о возвращении домой, о сцене, мысля которой не покидала его уже очень давно, с тех пор, как в сельском клубе, будучи мальчишкой, наблюдал игру труппы казахского театра, ставившего музыкальный спектакль «Аршин Малалан». И вот парадокс, спустя много лет Борис сам уже играл в том же спектакле, но уже на сцене Ленинградского театра. Мы мечтали, мы хотели поставить на родном языке спектакль. Если нет у народа, нет языка, нет театра, нет народа. Я так думаю, ну так и говорят. Поэтому мы хотели на родном языке, это было для нас, это счастье, надежда была. Мы нашли драматурга Шахарби Ивзеева, Джан Детлевосен, и он принес свою пьесу «Огурлу». Мы поставили «Огурлу», там всего 8 человек участвует, а Токчоков Борис Алексеевич решил поставить как режиссер. И мы поставили. И в 1963 году в городе Карачаевске, 8 марта, мы показали этот спектакль. Это была двойная радость. Во-первых, женский праздник, во-вторых, мы на родном языке смотрели спектакль, мы показали спектакль. Это была такая радость, это неописуемая, газета, берем не писать бумагу, не писать вот такое. Это счастье было. Это там народ весь стоял, смотрел, стоя аплодировали. Но так случилось, что актерам пришлось разойтись. Карачаево-Черкесия не готова была к созданию национальных театров, и молодым актерам предложили самостоятельно устраивать свою судьбу. И Борис Урсенов принял решение ехать в Нальчик. А как раз в это время у них там 6 человек, 6 ребят взяли в армию, и там ребят не хватало. И мне дошло там очень хорошие, главные роли. Более 10 лет Борис Урсенов прослужил в Балкарском театре, создал целую галерею запоминающихся образов. Но все это время он мечтал вернуться домой и играть на сцене Карачаевского театра. И такая возможность появилась в 1972 году. Вернулись выпускники Карачаевской и Черкесской национальных студий Грузинского театрального института имени Шутару Ставели. Меня пригласили из Нальчика. Борис Токчуков. Борис, приезжай. Мы тут, балкарцев много, у них актеров много, у нас не хватает. Мы создадим свой родной театр, наконец-то. Уже 62 года Борис Урсенов на сцене. Он сыграл в 170 спектаклях, и каждый из них имел огромный успех. Пробовал себя в качестве актера кино и тоже успешно. Дебютным стал фильм «Стреляющие горы». До этого тоже были эпизодические роли, роли в массовках. И, конечно же, съемки в документальных фильмах, посвященных депортации карачаевского народа, приговоренные к забвению и война и мир Карачая. Борис Урсенов женат на прекрасной Тамаре Уртеновой. В девичестве Казбаевой певица и руководители детского ансамбля «Корча». Имеет двоих сыновей, один из которых выбрал профессию экономиста, а второй пошел по стопам знаменитого отца и тоже играет в Карачайском театре. Есть трое внуков. Подводя итог, с которым подошел к 85-летнему юбилею, Борис Урсенов говорит, что он счастливый человек, поскольку… У меня есть двое детей, трое внуков.